здравствуйте дорогие друзья с вами член карту и печной дом сейчас мы вам покажем как правильно уложить гостя на полок если вы там пусть и друга парить бытовое парение кладем его на живот приподнимаем ножки и вот такой валик из лисовой шелухи для чего он нужен для того чтобы правильно принять расположение тела и видите ножки они не трясутся во время парения и гостью он не напрягается также не забывайте про технику безопасности всегда одевайте упорной шапку она не только защищает голову от перегрева но волосы от агрессивной среды вани и еще я рекомендую под лицо положить прохладники вот так вот уложили руки можно и только так удобно нашему гостю ну что теперь расскажем немножко не это продолжает расскажем как память чтобы не навредить и получить удовольствие от пони у нас есть один рейнчик дубовый запаренный надо помахать сначала подали парку помахали чтобы дело привыкло и немножко аквара пошелестели паратистика никуда не надо вообще кем вверху не начинаете и сможет под крупную грудку мыс так чтобы винить не захлестывал проходимся по всему телу что такое захлестывание виника захлестывание того когда вот так раз вот рукой показывает делает не ложится ровно может захлестнуть и быть кровопотек но еще это неприятно для чего мы намахиваем паром чего шелестим если мы сразу под этим начнет прям стучать то кожа не распаренная будет неприятно некомфортно будет гостью будет неприятно вашему товарищу или голодного парики всегда нужно чтобы кожа немножко распарилась привыкла к температурной нагрузке и после этого когда мы приделали манипуляции помахали пошелестели понагнетали можно уже начинать немножко постукивать ну а сильные удары ведь кто любит тоже много конкретно ожирится чтобы стимулировать мышечную систему улучшить кровоток можно конечно по крупным группам мышц бить опять расскажем куда бить нельзя под колено бить нельзя и по почкам не рекомендуют а также затылочную часть тоже сильно пару не нагнетайте если ваш большая температура то прикройте уже вторым веником сейчас мы вам покажем все прикрывайте вторым веником чтобы ухо тоже была закрыта что водичка не утекла и тогда уже можете впливать больше пару и тот кто на полочке он уже не будет лицо ему не будет прилетать уже агрессивный этот пар он уже будет защищен ему будет приятно дышать ну и вы соответственно подольше поработайте давайте вот побили припарочку протерли побили припарочку протерли такими несложными действиями и такой несложной методикой воздействия на человека я думаю вы пропарите любого и он получит от этого удовольствие и всю пользу посещением ваня пищный долг спасибо